Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Вот и настал долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Первый звонок выдался громким во всех районах столицы, а Минск готовится отпраздновать свой день рождения. Где, как и во сколько, расскажу я, Дарья Нищадим. Это Минский курьер. Здравствуйте! Прощай, лето, здравствуй, осень и новый учебный год. Первый урок старшеклассникам и студентам преподал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Трансляцию из Дворца Независимости смотрели во всех школах и вузах. Тема исторической памяти и суверенитета государства основная. Лимит войн и революции мы давно исчерпали. Наши корни в нашем миролюбии, в нашем добре. Мы никогда не ставили перед собой целью чего-то оттяпать, у кого-то земли забрать, все это богатство отобрать. Никогда у нас не было. И мы будем привержены этому. Но мы находимся в эпицентре противостояния Запада и Востока. И чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории. Для сегодняшнего. И которое учит главному. По внешним управлением суверенитета нет. Нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Глава поздравил ребят с началом учебного года. Учителей белорусский лидер поблагодарил за их работу и готовность отдавать себя детям без остатка. Самая большая школа в столице открыта. Это новостройка в Минск-Мире. Районе, где много молодых семей. В школе 226 будут учиться больше тысячи детей. Первоклассик собралось на 12 классов. Там вместе собираются. Присели вместе на 1 сентября. Школу торжественно открыли. Красную ленту у главного входа перерезали почетные гости. Только с гордостью за свою страну, с гордостью за систему образования, конечно, мы должны идти всегда и стремиться к лучшему. Когда-то у нас не было таких условий, а сегодня все условия есть. Важно, чтобы в стенах школ наши дети получали не только знания, но и воспитывались патриотами своей страны, гордились своей страной, любили свою страну. Новостройка в Минск-Мире впечатляет. Обустроены два бассейна, тренажерный зал, музей авиации и безбарьерная среда. Словом, есть все для комфортной учебы. 1 сентября – это праздник, я думаю, для многих поколений, потому что у каждого человека всегда в памяти остается, как самое дорогое и светлое, когда он пошел в школу. Школьные годы самые счастливые для каждого человека. Школа – это храм науки, и все должны сделать все для того, чтобы получить знания и быть полезными для нашей страны. Любовь к стране детям прививают учителя. В Беларуси их больше 105 тысяч, причем профессия все больше привлекает молодых специалистов. Дети очень-очень активные, дети очень красивые, дети очень веселые. Я думаю, что все будет хорошо, что мы сплотимся. Это мои первоклассники, первый раз. У меня династия педагогов в семье, я очень сильно люблю детей, у меня педагогика как бы в крови. В этом году ребят ждут нововведения – единый элемент школьной формы и ужесточение правил пользования смартфонами в учебном заведении. Не отстают от школы новостройки и другие учреждения образования. За время летних каникул сделали ремонт и обновили стадионы. Образцовый теперь можно назвать спортплощадку на Мирошниченко. Я из 122-й школы, она довольно далеко, но тут я появляюсь довольно часто, смотрю, как играют ребята в футбол, ну и просто развлекаюсь. 10-10. Раньше здесь было, ну, обычный песчаный, его не обновляли, не знаю, лет 10, а сейчас вот что-то новое, свежее. Каждый день всегда прихожу, раньше здесь баскетбол играл. Локацию оценили не только школьники, но и их родители. Пока дети активно отдыхают, взрослые могут заняться своими делами. На трибунах 270 мест. Хорошо, что его сделали, потому что очень много детей сейчас собирается есть, где провести время свободное. Ну, не сидят у компьютеров, не сидят у телефонов. Очень много вечером вообще здесь. Все почти места заняты. Все удобно, очень удобно. Ребенок играет пока вот. Читать можно, вязать можно. Стадион делят школы 147 и 34. Площадка давно нуждалась в реконструкции. Теперь здесь современная баскетбольная площадка. Территория для мини-футбола и детский городок. А футбольное поле стало местом притяжения молодежи. Используются будут все площадки, как и лихоатлетический 200-метровый беговой круг, прыжковая яма, так и остальные площадки для игровых видов спорта. Запланированное привлечение сюда жителей микрорайона, города для проведения соревнований. Такой же подарок, обновленный стадион получили учащиеся гимназии номер 4 и школ номер 190 и 196. Площадки презентовали школьникам в День знаний. Линейка в строю. К учебе приступили и учащиеся специализированного лицея МВД. К самостоятельной жизни готовы. Кроме общей программы ребята будут изучать специализированные предметы. Вы не просто обучаетесь в учебном заведении, вы обучаетесь специализированным лицей Министерства внутренних дел. А это значит, что вы должны быть развиты всесторонне. И мы максимум приложим усилий, чтобы все те пожелания, все те знания, которые есть у преподавательского состава, мы передали вам. Я всегда мечтала в детстве стать генералом. Мне нравятся вот эти погоны. Мне нравится милиция сама. Очень сильно волнуюсь. Вот даже непривычно как-то. На второй год службы в лицей прибыл и Роман Кагодовский. Мальчик, который больше года назад спас брата из пожара. Рискнув своей жизнью. За смелый поступок Рому наградили Орденом Мужества. Я уже второй курс и мне здесь очень нравится. Здесь очень весело. Я бы скорее хочу, чтобы началась учеба, учиться вместе со своим классом. В этом году в лице МВД был большой конкурс на поступление. Возможно, скоро в Беларуси появится еще одно аналогичное учебное заведение. 80 лет войсковой части 32-14 внутренних войск МВД. Это праздник и для взрослых военных, и для юных. На базе этой части работает военно-патриотический клуб «Рысь». Здесь служат и работают настоящие патриоты своей страны. Люди, которые по-настоящему любят свою профессию, свою работу, любят спецназ, любят свою любимую страну, республику Беларусь. Результат своей работы мы уже видим сейчас. Люди хотят служить в армии. Люди хотят учиться в военных училищах. Люди хотят учиться в Академии, ВД, Институте по их граничной службе, университете МЧС и так далее. Традиция Беларуси – это защита нашей Родины. Так повелось уже на протяжении многих веков. Наши предки защищали ее и добились для нас самого главного – суверенитета. Новые высоты покорили аграрии. В Беларуси намолотили 8 миллионов тонн зерна. По уборке урожая лидирует Брестская область. Второе – Гомельская. Минский регион – на третьем. Сочинение «Как я провел лето» не раз писал каждый из нас. Чем вам запомнилась теплая пора? Дети сотрудников агентства «Минск новости» побывали на хлебозаводе номер 5. Увлеченно смотрели, как готовят любимый хлеб и пирожные. Никогда не было ни на всех фабриках. Очень интересно посмотреть что-то. И вообще свежий хлеб гораздо другой по вкусу, чем это в магазине. Тортики можно заказать из этой продукции, какой вкусный хлеб они делают. Много еще другого, много чего увидел. Ребят не оставили голодными, угостили свежей продукцией. Промышленный туризм в Беларуси продолжает набирать обороты. Дети сотрудников предприятия «Атлант» пришли в гости на работу к родителям. Здесь коллектив. Я в отделе уже работаю давно, и поэтому у нас сейчас пришла наша молодежь, которая на самом деле интересная. Мы работаем вместе с дочерью, и муж мой работает здесь на предприятии. Для детей устроили настоящий праздник. Первоклассникам подарили наборы канцелярии. Как вести себя в подземке? Метрович подскажет. День знаний прошел в столичном метрополитене. Нельзя бегать по эскалатору, что если остановился поезд, то не надо самому дверь открывать. Дети могут ездить в метро без взрослых с 7 лет. Знать и помнить о правилах безопасности очень важно. Безопасность – это не обязательно выявление запрещенных предметов и веществ. Безопасность – это как себя вести на платформе, в поезде, на эскалаторе, как себя вести с гражданами, что можно проносить, что нельзя проносить. Мы всегда придем к вам на помощь, мы всегда рядом. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам с улыбкой и ушли с улыбкой от нас. Родители, рассказывайте детям о правилах поведения в метро и наземном транспорте. И убедитесь в том, что ваш ребенок помнит нужный маршрут. Пора цветения – весна, но с Зеленстром Минска можно наслаждаться цветами почти круглый год. Новые клумбы украсили столицу ко дню города. Сквер «Сторостинская слобода» – центр притяжения минчан и гостей столицы. Мы первый раз в Белоруссии туристами из Москвы. Великолепно. Очень нравится. Просто необыкновенный город Минск. Замечательный город. Просто я еще ни одного человека не знаю, который приехал из Белоруссии и сказал, что ему не понравилось. Цветы в городе надо беречь. Любуйтесь, но не срывайте. За букетом отправляйтесь на Комаровку. Пестрые прилавки не оставят равнодушными. Ну, у меня сегодня и статица, и астрочка, и такой ячмень декоративный. Вот такая астра. Великолепная циния. Хотите, чтобы цветы радовали подольше? Выбирайте букет внимательно. Обращайте внимание на срез. Он должен быть ровным, а бутоны – полузакрыты. В моде монобукеты и пастельные оттенки. Вместо целлофановой упаковки лучше выбрать бумагу. Ко дню города почти готовы. 10 и 11 сентября столица отметит 955 лет. Минск уже преобразился. Город ярко украсили. Насыщенную программу обещают во всех районах столицы. Праздник начнется за неделю до знаковой даты. Уже в эту субботу пройдет концерт ансамбля «Песняры» на Площади Свободы. Всю следующую неделю заслуженные артисты Беларуси выступят на главных предприятиях столицы. 10 сентября в следующую субботу вдоль проспекта победителей пройдет фестиваль исторической реконструкции. В Парке Победы отпразднуют День танкиста. Там же состоится фестиваль «Минск молодежный». Тройское предместе приглашают отведать блюда белорусской кухни. Долгожданное событие спортсменов. Минский полумарафон пройдет утром 11 числа. Выбирайте, что вам по душе. Еще есть время определиться. Топливо для транспорта и отопления в домах. Торф – ценное, полезное ископаемое. Образуется из перегнивших остатков болотных растений. Добыча продукта – тяжелый труд. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в Беларуси в первое воскресенье сентября. С праздником, специалисты! К нашему профессиональному празднику, Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, мы подходим с достойным результатом. Сегодня система «Белкопгаза» представлена 28 организациями, где трудится 23 тысячи человек. Это все настоящие профессионалы, говоря которым в республике уже проложено 66 тысяч километров газовых сетей. В чем сила белорусского гражданского общества и как обстоят дела внутри партийной системы? Об этом и не только рассуждал депутат Сергей Клюшевич в программе Алены Родовской «Точка зрения». Вот готово общество сегодня поддерживать политические партии, если там не будет, так скажем, вот этих бешеных денег, бизнеса, да, который, естественно, будет заинтересован в том, что эти партии работали в том числе и на этот бизнес, да, это уже, так скажем, нехорошо. Будут ли там такие люди, которые готовы реализовывать во благо страны, вкладывать в том числе свои силы, свои ресурсы? Полную версию программы ищите на нашем ютуб-канале. 1 ноября газете «Вечерний Минск» исполнится 55 лет. Специальный проект к этой дате смотрите каждую неделю. В архив газеты погрузились Дмитрий Исайчук, Алена Родовская и Кирилл Казаков. Победный гол Малафеева. Вслед за сборной Венгрии в четвертьфинал первенства Европы вышли вчера футболисты сборной СССР, победившие сборную команду Греции 1-0. Гол на 50-й минуте забил минчанин Малафеев. Судья подбросил монетку. Финал вышла сборной Италии. Лучший снайпер чемпионата забил свой 15-й гол в день 13-летия. Всего за время выступления в Минском «Динамо» Михаил забил в 201 игре на первенство страны 74 мяча. Полную версию выпуска смотрите на нашем ютуб-канале. Несмотря на уже желтоватую листву, выходные будут теплыми. В субботу по доброй традиции можно послушать классику на площади свободы. А ботанический сад приглашает на городской пикник. Будет вкусно и красиво. Чудесных вам выходных. Следите за новостями на нашем ютуб-канале. Еще увидимся.